Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я хочу ответить на вопрос Анастазии Федотовой. Расскажите, пожалуйста, как образуются раковины у моллюсков? Замечательный вопрос. На самом деле, наверняка вы бывали на водоемах, например, на море, на берегу моря, собирали ракушки, которые выглядят просто как какие-то удивительные драгоценности. У ученых тоже, в общем-то, интерес к раковинам есть. И даже есть отдельный такой раздел зоологии, который занимается изучением именно раковин. Причем раковины не только моллюсков, поскольку раковины есть и у некоторых других животных. Называется этот раздел зоологии конхеология, от слова конха раковина на латыни. Как же происходит формирование раковины у моллюсков? Действительно, для многих моллюсков характерно наличие раковины. Есть, правда, моллюски, у которых раковины нет. А есть такие моллюски, как, например, каракатица, у которых внутренняя раковина. То есть, из всякого правила есть свои исключения. Так вот, раковина образуется клетками мантии. Внутри раковины есть моллюск, у него есть тело. Тело покрыто такой кожной складкой. Эта складка называется мантией. И вот ее клетки как раз и образуют из тех веществ, которые поступают к моллюску вместе с водой, образуют раковину. Причем раковина моллюск растет вместе с ним. И иногда этот рост бывает неравномерный. То есть, условия могут меняться. В летнее время моллюск быстрее растет, в зимнее время моллюск растет медленнее, потому что условия такие более суровые, низкая температура. Вот. И, соответственно, это отражается на темпах роста. И на раковине, вот как на дереве, на срезе дерева, мы видим годовые кольца. Также на раковине есть такие рубчики, по которым видно скорость, с которой рос моллюск. То есть, вот эти вот периоды более быстрого и медленного роста. Надо сказать, что раковина состоит из трех слоев. Верхний слой в основном состоит из белкового вещества. Называется конхиалин. Это белок, который инкрустирован органитом. Такой минерал, состоящий из карбоната кальция. Второй слой называется фарфоровый. И он состоит из органита такой столбчатой структуры. И, как правило, этот слой самый толстый в раковине. Третий слой часто он перламутровый. И он состоит тоже из органита, но уже чешуйчатого. Во всех трех слоях присутствует еще и белок конхиалин, который укрепляет, как бы цементирует и делает слои раковины более прочными. Какие вообще бывают моллюски с раковинами? Ну, во-первых, конечно, это двустворчатые моллюски. У них раковина состоит из двух отдельных створок. И здесь, пожалуй, самое интересное, это самый крупный моллюск. Называется он гигантская тридакна. Кстати говоря, раковину этого моллюска можно увидеть в нашем музее в экспозиции в центральном зале. И самые крупные экземпляры могут достигать в длину поперечники около метра 20 сантиметров. И весить при жизни этот моллюск мог порядка 200 килограмм. Кстати, в тридакне иногда тоже образуется жемчуг очень крупный, но, правда, качество этого жемчуга довольно такое низкое. Тем не менее, существуют легенды, что иногда нырельщики за жемчугом гибнут, поскольку вот такие крупные тридакны могут в случае, если человек засунул внутрь раковины руку для того, чтобы вытащить жемчужину, могут резко захлопнуть раковину, и человек потом не может освободиться. Но мне кажется, что все-таки это скорее на уровне легенд. Хотя, как правило, вот тридакны, они живут в тропических районах, и они прям вырастают в коралловый риф, и вытащить раковину, как правило, бывает достаточно сложно. Интересно еще то, что тридакна, несмотря на то, что она такая крупная, огромная, она большая часть своего питания получает даже не за счет фильтрации, а за счет того, что она живет в симбиозе с такими маленькими организмами, которые называются заоксантеллы. Они живут прямо в мантии, соответственно, придают мантии такой достаточно яркий цвет, и они улавливают солнечные лучи, обладают фотосинтезом, и могут образовывать органические вещества. И вот как раз для тридакна очень важно получать питание именно при помощи таких своих симбионтов. Есть еще моллюски, которые называются хитоны. У них раковина совершенно невероятная. Она состоит не из двух пластин, например, как у двустворчатых, она состоит из восьми пластин. Все они находятся на его спинной стороне, и этот интересный моллюск, он способен сворачиваться в клубок в случае опасности примерно так же, как это делает наш ежик. Ну и, пожалуй, самые разнообразные и красивые раковины у брехоногих моллюсков. Это большой класс в типе моллюсков, самый большой. В него входит порядка 110 тысяч видов. И тут мы видим огромное разнообразие и по размерам, и по окраске, и по форме. И интересно, что еще есть раковины левозакрученные и правозакрученные. Почему так происходит, мы немножко позже попробуем спросить у хранителя нашей коллекции. Ну, как я уже сказала, в основном все-таки раковина моллюсков строится из карбоната кальция, который находится в форме такого минерала, как органит. Но из этого правила есть тоже исключение. Есть такой моллюск, называется он чешуйчатая улитка. Моллюск этот был обнаружен совсем недавно, только в 2001 году. И почему так долго науке было неизвестно? Дело в том, что живут эти удивительные создания на очень большой глубине в районе черных курильщиков. Глубина, на которой были обнаружены эти моллюски около 2400 метров и даже более. На такой глубине очень своеобразные условия жизни. Конечно, не всякий организм там может существовать, потому что там, во-первых, темно, там нет света, соответственно, нет фотосинтеза, соответственно, нет растительных различных форм, форм, которые используют фотосинтез. Там очень высокое давление за счет толщи воды почти два с половиной километра сверху. Там очень высокие температуры, потому что из недр земли вырывается горячая вода с температурой около 300-400 градусов Цельсия. И моллюск этот совершенно уникален прежде всего тем, что это единственное животное, у которого раковина состоит не из карбоната кальция, а состоит из сульфида железа. Это единственное животное, вообще пока известное науке. Раковина действительно очень прочная, из сульфида железа состоит ее верхний слой. Причем этот сульфид железа находится в форме такого минерала, как перид. Перид еще по-другому называется золотом дураков, потому что действительно этот минерал обладает таким очень красивым золотым блеском. И люди, которые не очень знакомы с геологией, минералогией, они часто путали и считали, что они вдруг обнаружили такой самородок золота. Мало того, нога моллюска, такая у него большая мясистая нога, она покрыта чешуйами. Ну, собственно говоря, почему он и получил такое название? Чешуйчатый. Она покрыта чешуйами, в которых тоже содержится сульфид железа. Они напоминают доспехи какого-то рыцаря и очень хорошо эту ногу закрывают сверху от всяких опасностей. Это вот такой пример необычного очень брюхоногого моллюска. Кстати, моллюск не очень большой, он размером порядка 4-5 сантиметров. Ну а вообще разнообразие, конечно, раковин брюхоногих моллюсков просто поражает. И мы с вами в этом убедимся. Мы сейчас с вами отправимся в хранилище, посмотрим коллекцию раковин и моллюсков, которые хранятся в нашем музее. Друзья, мы с вами находимся в хранилище морских беспозвоночных, правильно? Да, и с нами хранитель этой коллекции Александр Алякринский. Он не только хранитель, он очень много, большим количеством раковин эту коллекцию пополнил. И у нас есть сейчас возможность посмотреть на отдельные интересные экземпляры из нашей коллекции. Саш, ну чего, с чего начнем? Ну откроем первый попавшийся. Давай, да, давай. Так, Голиотисы. Давай. Голиотисы очень обладают красивым перламутровым слоем. Ух ты! Ух ты! Саша, зачем ему такие дырочки? Сифон он держит через эти дырочки с помощью сигнала. Можно посмотреть через них. Очень красивый, яркий перламутровый слой у Голиотисов. Вот, они за это ценятся и поэтому раковины этих моллюсков пользуются популярностью. А есть еще, это какие-то другие виды Голиотисов, да? Здесь такая сине-зеленая перламутра, а здесь перламутр какой-то белый с розовым, да? Вот этот еще очень красивый. Ну, это же он называется, морское ушко. Да, это он. Она, в общем, с другой стороны тоже очень красивая. Так, а кстати, на Голиотисе же тоже видно, как он растет, да, на Голиотисе? Есть вот эти вот... Да. Не особо видно. Не особо видно. А на каких... на самом деле по отверстиям. Слушай, а вот на этом видно, как будто бы образуются жемчужины, да? Да. Вот она есть. Вросшие такая. Вросшие жемчужины. Здорово. Ну вот, кстати, поставили. Вот ливни роста. Очень хорошо видно. Надо жить, ну, несколько десятков лет. Кстати, видишь, насчет перламутра. Здесь-то как раз внутренний слой не перламутровый, да. Кстати, большинство раковин не имеет перламутра. А хитоны? У нас есть раковины хитонов? Очень-очень странные моллюски. Мне они напоминают что-то доисторическое. Броненосцы среди моллюсков. Вот какой. Шикарный. Из-за вот этой штучки назвали их хитоном. Потому что хитон – это одежда перенегреческая. Из-за вот этой вот, окаймляющей. Так. А вот это как раз свернутый, свернутый клубок. Ну, мы добрались, наконец, до самого восхитительного, до раковинобрюхоногих. Можно что-нибудь? Я не знаю, они все красивы, каждая по-своему. Ну, что-нибудь самое потрясающее. Вот, кстати, как закрученцы. А, кстати, правозакрученные и левозакрученные. Да, можно показать тоже разницу. Обычно они все правозакрученные. Ну, большинство. Есть и левозакрученные – это как исключение из правил. Есть виды, которые целиком левозакрученные. Все такие. А есть аномалии, которые, вот, там, 99% правозакрученные, 1% давным ниже. Левозакрученные – это большая редкость. Целиком левозакрученные или нет? Да. Не все такие. Сейчас для примера. Правозакрученные, да? Связано это с какими-то особенностями кинетическими, видимо, да? Ну, типа, что-нибудь самое красивое. Так, есть целиком… Есть вот такой вот… В которой верхний слой снят. Кстати, у маутилуса тоже есть перламутровый слой. Да, хорошо, очень видно. Получился перламутровый слой. Очень красивый. Это головоногий моллёск? Да. Так, а брюхоногие? Ну, здесь у нас все брюхоногие. Тадмила, амфора. Семейство волютиды – это слово «валюта», да? Волютиды. Хищные моллёски, большие, морские, тропические. Питаются человеческими жертвами? Самая большая у нас вот здесь. Вау! Ничего себе! Да, я бы испугалась. Ещё в воде, когда плаваешь, она же, кажется, ещё больше размеров увеличивает. Ничего себе! Смотрите, какая раковинка. Очень красивая. А вот это же тридакна? Это другой вид тридакн. А вот, посмотри, какие у неё такие невероятные формы, просто какие-то фантастические, да? Очень красивые. Обычный, кстати, вид. Муркс, Ромазус – не самый крупный ещё. С точки зрения красоты прям восхитительный. Местные видят, молотком разбивают раковину. Какой ужас! Такая раковина. Домой. Кстати, используют как раковину. Да, да. Такая тяжёленькая, очень хорошая, полезная штука. Маленький как пепелинец используется. Так, а это что за товарищ? Можешь позвать ихтиандра. Это хроник, рок-тритон. Моллюск называется рок-тритон. Кто такой тритон, наверное, знают все, да? Что это бог древнегреческий. Используют как музыкальный инструмент. Да. Срезается лидерчик в Европе. Европейский вид используется в качестве трубы. При этом срезается в верхней части. А в Индопаципике вот где-то в средней части дырка сверлится. И тоже такой, как духовой инструмент, да? Ну, класс. Интересно про него, что он хищник. Питается звёздами, которые поедают кораллы. Таким образом он спасает кораллы от уничтожения. Это те, которые... Колючие. Колючие. Терновые венцы. Терновые венцы, да. Кстати, тоже у нас в экспозиции есть терновые венец. Да. Ольгографии, наверное. Наверное. Ой, спасибо, Саша, огромное. Пожалуйста. Мне кажется, что это восхитительно просто. Одна из самых красивых коллекций в нашем музее. У нас есть, кстати, витрины с моллюсками в нашей экспозиции. Так что приходите, любуйтесь, восхищайтесь. Задавайте нам свои вопросы. Мы будем искать ответы. Мы всегда рады вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok